Ну, тут мы вообще как бы неоправданно уперлись в разум. Вот когда мы ищем именно разум внеземной, предполагая, что если мы что-то высокоразвитое увидим, это будет именно разум, это вообще довольно наивная точка зрения. Она предполагает, что разум есть наивысшее звено эволюции. А откуда нам это известно? Это нам ниоткуда неизвестно. На самом деле вполне может быть такая ситуация, что разум – это вовсе не наивысшее звено эволюции, а некоторая промежуточная ступень. И выше разума идут как бы формы самоорганизации материи, которые разумом уже назвать нельзя, и которые также сильно качественно отличаются от разума, как, например, жизнь отличается от просто химии. Вы понимаете, вы жизнь не назовете сверххимией, а то, что очень сильно выше по развитию сверхразума, совсем не обязательно можно будет назвать сверхразумом. Бог – это механизм самосогласования структуры Вселенной с присутствием в нем высокоорганизованных эволюционных форм, которые возникают за бесконечное время эволюции, что очень важно. Друзья, здравствуйте! Приветствую вас на новом выпуске подкаста «Ноосфера» и наш сегодняшний гость – Александр Панов. Будем говорить про поиски неземных цивилизаций, про то, что такое разум, и даже про то, что такое сверхразум. Поговорим про технологии, связанные с этими вопросами, и про то, как в целом может идти эволюция. Добро пожаловать в «Ноосферу». Друзья, здравствуйте! Рад приветствовать вас на новом выпуске подкаста «Ноосфера». Сегодня у нас очень интересная тема. Будем говорить про внеземные цивилизации, про иной разум. Будем говорить про это с человеком, который, ну, как мне кажется, лучше всех разбирается в этом вопросе у нас в стране. Да, Александр Дмитриевич? Если можно, в двух словах расскажите, чем вы занимаетесь. Ну, я не стал бы утверждать, что я лучше всех разбираюсь. Много есть людей, которые в этом неплохо разбираются. Я являюсь единственным административно ответственным лицом в нашей стране за это. Вот это правда. Правда, не являясь никаким руководителем, я обязан отчитываться перед Академией наук, что у нас происходит в этой области. Я являюсь координатором в этом смысле. Никакого руководителя у нас нет. Да, ну, вот таким вот образом. Отлично. Ну, давайте начнем. Ну, я могу сказать несколько формальных должностей, которые у меня... Я являюсь председателем секции, которая называется «Жизнь и разум во Вселенной» при Совете по астрономии РАН, значит, из-за чего я и должен писать эти самые отчеты. И, кроме того, я являюсь руководителем научно-культурного центра СЭТИ, значит, ну, вот где некая эта деятельность координируется, и где проходит семинар на эту тему время от времени. Ну, вот, все, пожалуйста. Отлично. Александр Дмитриевич, ну, давайте начнем с такого базово-фундаментального вопроса. Мы говорим про инопланетный разум, и, соответственно, возникает вопрос, как нам определить вообще, что такое разум? Потому что если мы это не определим, то как мы будем знать, что мы что-то нашли или не нашли? И насколько мы можем наши какие-то человеческие понятия разума перекладывать на те потенциальные цивилизации, которые вдруг мы обнаружим? Давайте с этого начнем. Ну, нам известен один единственный экземпляр разума, это мы сами. Вот я, кстати, даже запомнил первый из ваших вопросов, который у меня сформулировали, собственно говоря, чем разум от сознания отличается. Ну, давайте я вот в этом контексте как раз скажу. Значит, такая получится небольшая мини-лекция, я боюсь. Ну, ладно, что делать? Значит, давайте мы попробуем разобраться в том, что такое разум, значит, с той точки зрения, где разум локализован. Вот, значит, может показаться, что разум локализован в мозге у человека, но в каких-то процессах, значит, которые происходят в мозге. Но, на самом деле, это не так. Значит, не так все просто. Значит, вот недавно вышла книга, я сейчас не помню точно, автора женщины я написал, значит, название такое, почему, ну, типа, я даже точно не помню название, смысл такой, почему разум так эффективен в математике. На самом деле, там речь идет немножечко о другом. Вот самое главное, о чем там идет речь, это о том, что вот индивидуальный человек мыслит не мозгом. В процессе мышления, значит, ну, процесс мышления, он распадается на, как бы, логическую часть мышления и на мотивы, которые заставляют нас думать. Так вот, все мотивы, практически все мотивы находятся не в мозге, они находятся в нашем теле. В нашем теле находятся, они находятся в нашей эндокринной системе, ну, все, как бы, знают, насколько наше эмоциональное состояние влияет на наше мышление. Вот, поэтому, значит, человек мыслит уже не мозгом. Ну, это самое такое простое. То есть, вот, простой ответ, что разум сосредоточен в мозге, он точно неправильный. Значит, как минимум, значит, тело. Но это далеко не все. Значит, мы знаем, ну, на основе, можно сказать, наблюдений или эксперимента, что разум не сосредоточен внутри одного человека. Один изолированный человек не является мыслящим существом. Это хорошо известно на примере так называемых детей Маугли. Да, если, значит, ребенок воспитывается среди животных, его сделать разумным невозможно. Значит, если он до какого-то возраста там воспитывался, и вот это будет просто разумный такой, разумный зверек. Такой умный, вроде умной собаки. Значит, как минимум, это социальное явление. То есть, значит, разум, для того, чтобы иметь разум, нужно иметь как минимум социум. Значит, это опять далеко не все. Ну, вот давайте посмотрим, какого-нибудь там писателя, например. Вот, пишет он свои книги. Ну, предположим, он человек одинокий, такой часто бывает, и случаи такие известны. Но у него есть какой-то домашний питомец. Так вот этот вот домашний питомец, он сильнейшим образом, эмоционально с ним взаимодействует. И мышление этого писателя происходит под воздействием вот этого самого питомца. Насколько я помню, мне кажется, вот именно таким образом был написан роман «Белый бим, черное ухо», но и много других вещей. Вот, значит, тем самым наш разум прорастает куда-то дальше. Вот, как минимум, вот этих самых обозначенных домашних питомцев. Это опять далеко не все. Вот я опять... Никаких фантазий, я иду от наблюдений. Например, как Скрябин придумал цветомузыку. Вот, известно, что просто он был свидетелем какого-то очень красивого не то заката, не то восхода. Вот, и это создало ему определенную какое-то эмоциональное состояние, благодаря которому он дошел до цвета музыки. Вот, то есть явление природы вмешалось в его мышление и стало его элементом. То есть, вот как бы уже вся окружающая природа является элементом нашего мышления. Вот, теперь... Но это опять далеко не все. Вот теперь я возьму, возьму как бы собственный опыт. Я являюсь, вот правда, астрофизиком. Я занимаюсь астропатикалс. Вот, приходится мне думать, в частности, о далеких сверхновых. И вот эти вот самые далекие сверхновые своими взрывами и ударными волнами модерируют мое мышление. Вот, не было бы этих сверхновых, я был бы совершенно другим человеком. Я думал бы о других вещах. Вот, более того, я читаю лекции по космологии. Это очень сильно меня мотивирует на всякие прочие рассуждения. А читая лекции о космологии, я говорю, например, о микроволновом фоне, который возник 13,8 миллиардов лет назад. Я говорю о нуклеосинтезе, который произошел спустя, там, пять минут после горячего большого взрыва. И так далее. Все эти элементы фактически в той или иной степени являются частью моего мышления. И то же самое можно сказать про других. То есть, на самом деле, мораль какая? Локализовать место, где происходит мышление, невозможно. Просто вот человек, который способен вербализовать свою информацию, это такое место, где процесс мышления наиболее явным образом проявляется. Но это совсем не то место, где мышление происходит. Мышление происходит, с моей точки зрения, во всей Вселенной. Вот. Вся Вселенная, она мыслит. Вот люди являются таким, как будто это мышление прорастает много сквозь чего, в частности, сквозь людей, и просто люди являются наиболее ярким выразителем вот этого самого процесса. То есть, разум – это явление вселенское. И разум появляется на определенном этапе развития Вселенной как свойства Вселенной. Вот не больше, не меньше. Вот. Теперь, если вернуться к сознанию, то здесь совершенно другая ситуация. Вот сознание – это сугубо индивидуальные свойства. Это то, что характеризует нас как индивидуумов. И то, что оно действительно где-то там локализуется, то ли в нашем мозге, то ли в нашем мозге плюс в нашем теле. Это вот способность… Сознание есть способность воспринимать окружающее и самого себя в контексте окружающего. То есть, это вот совершенно разные вещи. Ну, то есть, разница… В чем разница между сознанием и разумом? Ну, с моей точки зрения, я думаю, совершенно понятно. Это просто вещь абсолютно перпендикулярная. Вот. Теперь, если говорить о других цивилизациях. Вот смотрите, с точки зрения… Вот с этой точки зрения, что разум есть вселенское мышление, это просто то место, где вот этот самый разум прорастает в другом месте. Может быть, он немножко по-другому выглядит. Ну, как точно это происходит, мы, конечно, не сможем сказать до тех пор, пока не познакомимся хотя бы с одним разумом. Но, скорее всего, не так уж… Вот я… Это моя оценочная суждение. Не так уж он будет сильно отличаться от нашего. Почему? Потому что законы физики едины. Вот возникновение разума управляется одними и теми же законами эволюции. Мы знаем, что в законе эволюции есть такое явление, как конвергенция. Вот конвергенция заключается в том, что одни и те же функции на разных платформах биологических реализуются очень похожим образом. Ну, вот там клешни у паука и у рака. Ну, много чего другого похожего есть. Глаз у головоногого и у человека. Это просто поразительно одно и то же как бы сооружение, отличаясь только тем, что нерв по разному пределам у нас и у них. Вот. Так что я очень бы удивился, если бы обнаружил, узнал бы, что совершенно есть какая-то непроходимая пропасть между разумами. Другое дело, что тот разум, который мы надеемся обнаружить, он будет совсем не похож на наш разум в том отношении, что это будет разум на совсем другом этапе развития, на гораздо более далеком. Значит, вот как можно это понять количественно? Вот есть так называемая формула Дрейка. Ну, я не буду говорить о деталях. Какой она дает результат? Она дает результат такой, что если время жизни цивилизации равняется n лет, то количество цивилизаций в галактике будет меньше или много меньше, чем n. Вот. Скорее всего, много меньше, ну и примерно так вот чувствуется, что примерно в тысячу раз меньше. Теперь возьмем то, что мы называем нашим современным разумом. Это цивилизация, которая находится в состоянии технологического взрыва. В общем, по всему видно, что это состояние не продолжается больше, чем пару сотен лет. Вот он интенсивный, там сто лет назад начался, но не позже, чем через сто лет, цивилизация перейдет в какое-то совсем другое состояние. Вот. Значит, таких цивилизаций, как наша в галактике, будет примерно 200 разделить на 1000. Сколько получается? 0,2. Значит, кто это? Это мы. Вот. Мы одна такая цивилизация в нашей галактике. Поэтому, если мы что-то находим, что способно о себе как-то дать знать, передать сигналы, или мы там увидим астроинженерные конструкции, то это будет цивилизация, ну, старше нас в технологическом развитии на 10 тысяч лет, на 100 тысяч лет, что-то в этом духе. Вот. И, конечно, нам очень трудно представить, что это такое. Вот. А мы хотим это найти. Вопрос. Как это найти? Вот если мы чего-то ищем, мы должны представлять, чего ищем. Вот. И вот здесь вот возникает одна большая неприятность, которая заключается в том, что в нормальной, в общем-то, научной задаче, коей является поиск визитного разума, мы должны строить модели цивилизации гораздо более продвинутых чем мы используем для этого футурологию, которая не является наукой. Вот. Возникает парадокс. Значит, в рамках научной задачи мы должны использовать ненаучный метод. Ну, вот в основном так и... Ну, и строятся некоторые футурологические модели, на основе которых строятся методики уже практически поиска внеземного разума. Вот так обстоят дела. Игорь Андреевич, а тогда вот просто чуть-чуть уточните, потому что если мы откроем какие-нибудь книжки фантастов, ну, у меня тут вот задача трех тел, Петро, сложная слепота, Тетчан и так далее, там каких только нет гипотез, довольно далеко отстоящих от, ну, такого попсового образа, что инопланетянин такой человек с вытянутой головой, да, и на летающей тарелке. Да, тут говорится, что это может быть и какая-то мыслящая сфера, да, и какие-то наоборот микро-микро там организмы, что внешний вид вот этого инопланетного разума может быть настолько чуждым или отличающимся от нашего, что мы можем, правда, не узнать. И может быть, может быть, мы уже давным-давно контакты установили, но мы просто не поняли, что этот контакт уже есть. Или с нами установили контакты. Тут есть два вопроса. Во-первых, установили ли мы уже контакты, во-вторых, как они будут выглядеть. Значит, по поводу того, как они будут выглядеть, вот мое мнение, что они не будут выглядеть уж как-то слишком необычно. Почему? Потому что законы эволюции для всех едины. Значит, мы понимаем, вот на примере того, что происходит на Земле, мы видим, что на Земле развитие разума идет по нескольким как бы линиям, причем сильно разным, но, например, у млекопитающих разум возник, вот, у приматов. есть у нас головоногие моллюски, в которых тоже когда-то вполне может возникнуть разум. Но, значит, в обоих случаях есть много общего. Вот, обладатель разума должен быть способен к орудийной деятельности. Вот, иначе что ради мой разум-то как-то развивать? Ну, тут тоже есть свои вопросы, по крайней мере, он не станет технологическим. есть, например, киты, у которых нет манипуляторов, а вот у осьминогов и там, у приматов манипуляторы есть. Так вот, технологический разум, который мы можем обнаружить, значит, будет, скорее всего, у существ, которые обладают манипуляторами, либо у их очень отдаленных потомков, которые могут вообще не быть существами, с нашей точки зрения. Например, это могут быть ну, очень грубый искусственный разум. А может быть, это какой-нибудь сложный симбионт. Так, вторая половина вопроса у нас была про что? Может быть, давным-давно контакт. А, да, не, давно. Да, к этому есть свой эмпирический подход. Установили ли мы уже контакт или нет? Значит, есть очень много людей, которые говорят о том, что они встречались с инопланетянами, есть, значит, очень много людей, которые говорят, что они контактеры. И вот, по крайней мере, на контакте, который воспринимает что-то мысленно, и вот на контактерах было проведено вполне себе научное исследование. Значит, была собрана достаточно большая статистика по контактерам, и их показания сравнивались. Так вот, в показаниях не было ничего общего. То есть, вот эти вот самые контактеры, это просто индивидуальное сумасшествие. Либо индивидуальное сумасшествие, либо индивидуальное просто шарлатанство, вот что-то в этом духе. Ну, а вот те люди, которые рассказывают о том, что они встречались с инопланетянием, не контактерами, а физически, они просто транслируют образ инопланетянина с продолговатой головой, вот как его рисуют, у меня кепка есть на ней, инопланетянин, нарисован, точно таки можно. Они сами ничего не выдумывают. Они просто повторяют то, что они могут увидеть в пропаганде, грубо говоря, вот и все. Понятно. Можно я вот тоже поучаствую? Мы с Сергеем придумали такую концепцию, что он говорит про высококонцептуальные вопросы, а у меня будут, наверное, более-таки приземленно-технологические. Я слушал недавно вашу лекцию про то, что инструментарий, с помощью которого мы пытаемся обнаружить другие цивилизации, он сейчас, естественно, недостаточно для того, чтобы вообще просто покрывать все небо и вообще обнаруживать с хорошей достоверностью вообще наличие его. Но вы сказали, что как раз у нас, в России, есть сейчас некоторый такой инструментарий, который позволяет, по крайней мере, в оптическом диапазоне, то есть с помощью обычных телескопов, пытаться обнаружить именно в большом куске неба возможные сигналы. Вот можете вы про это поподробнее рассказать? Да, вот в вашем вопросе, значит, было две неточности, я сейчас их устраню и одновременно на вопрос отвечу. Значит, это не совсем точно, что наши инструменты недостаточно для того, чтобы обнаружить разум вообще. Значит, это зависит от того, что мы ищем. Значит, вот то, что мы ищем, как я говорил уже, связано с футурологическими моделями, и одна из самых простых футурологических моделей, это так называемая классификация уровня развития цивилизации по Кардашову, по уровню потребления их энергии. Там, значит, первый уровень, ну вот я немножечко переначал под себя, вот чуть-чуть более удобно я сформулировал, чем я сформулировал Кардашов, вот цивилизация первого уровня, это планетарные цивилизации, это такие цивилизации, которые могут жить на земле, ну на планете, на своей, соответственно, уровень потребления и производства их энергии не может сильно превышать то, что они получают от своей звезды. Дальше идут цивилизации второго типа, это, значит, цивилизации, которые обитают в своем околозвездном пространстве, и это основное место их обитания. У них энергопотребление может быть уже сопоставимое с производством энергии их собственной звездой, они не могут существовать на своей планете, потому что они расплавят или даже испарят за счет такой большой энергии. Ну, есть еще цивилизация третьего типа, это уже почти полная фантастика, которая там существует на галактическом уровне. Так вот, значит, цивилизации, наши инструменты, они достаточны для того, чтобы обнаруживать цивилизации второго типа, если они есть. И то, как бы, они достаточно, но не очень хороши, потому что они нацелены на перебор звезд поодиночке. Задача для цивилизации второго типа ставится для современных методик следующим образом. А есть ли цивилизация второго типа у этой звезды, у этой звезды, у этой звезды и так далее. А надо посмотреть миллион звезд. В принципе, эту методику можно адаптировать для того, чтобы просмотреть миллион звезд, хотя реально было просмотрено там около двух тысяч всего-навсего, но может быть третья тысяча пошла. Но мы ничего не знаем о том, существует ли цивилизация второго типа. Мы точно знаем, что могут существовать цивилизации первого типа. И поэтому было бы логично методики ориентировать на поиск цивилизации первого типа. Те, которые мы знаем, что они хотя бы принципиально могут существовать. А вот существующих методик недостаточно для поиска именно цивилизации первого типа. Значит, почему так получается? Потому что цивилизация первого типа по своей энергетике не может сделать то, что называется всенаправленный постоянно работающий маяк. Вот такое вот устройство, постоянно работающий всенаправленный маяк, оно обладает энергетикой, порядка энергетики одной звезды. Цивилизация второго типа это сделать может. И мы такие штуки могли бы обнаруживать нашими инструментами. А цивилизация первого типа, если она хочет передавать сигнал, то все, что она может делать, это сканировать небо или сканировать звезду одной за другой, там сигналом специального типа еще, который должен быть ученый узкополосный. В общем, про него понятно, как он должен выгнать этот сигнал. А то, что мы можем получить от цивилизации первого типа, это значит короткая передача, но мы не знаем, насколько она короткая, но которая возникнет неизвестно когда и неизвестно где. И с помощью наших радиотелескопов, которые являются чрезвычайно узконаправленными инструментами, никаких шансов нет поймать такой сигнал. Значит, что для этого надо? Для этого нужно смотреть на все небо непрерывно. Вот, значит, известно, что для этого надо. Для этого нужны всенаправленные инструменты. Значит, могут ли быть сделаны такие радиотелескопы? В принципе, да. Но пока даже никто не знает, сколько это будет стоить. Это должна быть так называемая антенная решетка, которая будет работать в так называемом водяном окне по частоте или по длине волны. Значит, гигагерцовая частота. От 1 до 10 гигагерц, грубо говоря. И это жутко дорогое должно быть устройство. И никто даже пока не мог сосчитать, сколько оно будет стоить. Там даже самая главная часть стоимости будет сосредоточена не в железе этой антенны, а там колоссальные вычислительные мощности должны быть к ней присоединены, чтобы анализировать сигналы. Вот. А есть другой подход. Значит, можно попробовать поискать сигналы в оптике. Значит, можно показать, что лазеры относительно скромных размеров, ну вот, что значит, скромных параметров, так сказано. Значит, что такое скромные? Это мегаджольная энергия в наносекундном или несколько десятков наносекунд импульсе. Вот лазера такого типа. Значит, можно обнаружить на любых внутригалактических расстояниях уже с помощью современных средств. Вот. Это такие лазеры, которые, в принципе, уже на Земле даже создаются. Вот, например, они создаются для инерциального удержания термоядерного, так называемого, для ядерно-термоядерного синтеза. Вот есть такие приборы. Вот. Ну, там должны быть они очень большими апертурами обладать, ну, там, сотни метров. Известно, как это сделать. Это делается с помощью лазерных антенных решеток. Это тоже устройство, которое уже существует, по крайней мере, в прототипах. Вот. То есть это можно поискать. Но здесь проблема та же самая. Этот сигнал тоже возникнет неизвестно когда и неизвестно где. Значит, проблема слежения за всем небом. Если мы ищем цивилизацию, первый тип остается. Вот. И нужны инструменты, которые все небо смотрят сразу. И вот теперь действительно у нас, в стране, значит, это Тункинская долина, около озера Байкал, 50 километров примерно. Значит, есть такое устройство, такая большая, так называемая, решетка из оптических детекторов, которые не являются телескопами. Вот. Это не телескопы. Каждый такой детектор просматривает сразу очень большую часть неба. Ну, так скажем, это конус с раствором примерно 60 градусов. Ну, по-другому, можно сказать, что это примерно 11 радиан. Вот. То есть это огромная часть неба. Вот. Эти устройства были сделаны для того, чтобы наблюдать космические лучи по так называемым широким атмосферным ливням. Вот. Эти самые очень энергичные космические частицы, которые врезаются в атмосферу, они умеют создавать очень короткие вспышки так называемого черенковского света, вот как раз наносекундные. Вот. И по своей интенсивности, амплитуде и так далее, они очень похожи на те вспышки, которые можно ожидать от, так сказать, лазера инопланетных цивилизаций. Вот. И оказалось, что вот эту самую решетку оптических детекторов можно приспособить не для того, чтобы наблюдать за космическими лучами, а для того, чтобы искать то, что называется удаленные астрофизические транзиенты в наносекундном диапазоне. Причем вот вспышки от удаленных астрофизических транзиентов, ну или, может быть, это искусственные сигналы, их довольно легко отличать от тех вспышек, которые дают космические лучи. Каким образом? Вот этот решетка, она здоровенная, большого размера, она больше там квадратного километра. Вот. Так вот, космические лучи всегда дают пятно. А удаленная вспышка, она засветит все детекторы сразу. И к тому же, потому как включается один детектор за другим, можно проследить, как проходит вот этот самый фронт цветовой волны и найти направление на этот источник, на самом деле, с довольно хорошей точностью, там, ну, типа, лучше одной десятой градуса. Вот. Так вот, значит, без всяких дополнительных денежных затрат, а просто введя дополнительные новые алгоритмы в фильтрацию данных вот этого устройства, значит, удалось построить такие алгоритмы, которые ищут вот такие вот наносекундные астрофизические вспышки. Вот, в настоящее время, значит, уже четыре сезона, да, значит, сезон, там, это зима, там, по климатическим условиям, по астроклимату, эта штуковина работает только зимой, ну, вот, с середины осени до середины весны, примерно так. Вот, уже четыре сезона данных есть, значит, один сезон полностью обработан, сезон восемнадцатого, девятнадцатого года, три других сезона, если сейчас обрабатывается. Вот, в первом сезоне, значит, стало понятно, как все это должно было бы выглядеть, там был даже найден один кандидат в события транзиенты, но там есть фоны все-таки от этих самых космических частей, значит, была аккуратно сосчитана, какая была вероятность симуляции вот астрофизического этого самого транзиента фонами, получилось, что она не меньше десяти процентов, десять процентов это очень много, здесь нужно получить три сигмы, как минимум, это значит, одна тысячная, приблизительно говоря, там, или две, да, вот, значит, надо сказать, что год от года размер этой решоки увеличивается, вот, поэтому фильтровать, значит, вот эти самые оптические вспышки становится все проще и проще, потому что с меньшей вероятностью сигнал от одного широкого атмосферного ливня займет всю установку целиком, потому что установка здоровенной становится, ну вот мы сейчас с интересом обрабатываем данные следующих трех сезонов, посмотрим, что получится. Значит, это не единственный проект этого типа, значит, точнее, не этого типа, а этого диапазона параметра. Вот сейчас под эгидой института СЭТИ фонда Breakthrough Foundation, есть такой вот нашего соотечественника Юрия Миллера, разрабатывается система, которая называется Panoramic SETI. Значит, это наша система, она чисто оптическая, она работает в оптике, причем где-то в зеленом диапазоне лучше всего она работает. Вот эта система, она будет захватывать часть оптического диапазона и работать в части инфракрасного диапазона, то есть немножко другой будет диапазон волны. Вот, в основном по параметрам чувствительности она будет практически такая же. Вот в настоящее время там планируется тот же самый один стеродиан, ну, те же самые как бы яркости, которые будут обнаружены, те же самые наносекунды по длительности, но только она сделана будет совсем по-другому. Это вот будет действительно мозаика обыкновенных телескопов. Эти телескопы делают специально таким образом, чтобы у каждого телескопа было побольше поля зрения, там это камера Шмидт у них на самом деле, там используется специальная дешевая оптика, так называемая, френелевская оптика, это такие пластмассовые пленки с нанесенными насечками. Вот. И там будет несколько, в этой системе несколько десятков таких телескопов, которые будут смотреть в каждое свое место на небе. Вот. Ну и в сумме все это работает будет примерно так же, как у нас. Вот сейчас уже сделаны прототипы вот этих самых оптических камер, или телескопов. через какое-то время будут работать уже две такие системы в мире, и это действительно то, что надо. То есть, это движение к наблюдению всего неба сразу. Причем, что очень важно, обе системы масштабируемые, что называется. То есть, они сейчас сделаны под один стародиан, но на самом деле ничего не мешает добавить еще туда телескопов или фотодетекторов в нашем случае, которые смотрели в другие части неба. Вот. Чтобы покрыть все небо целиком. То есть, вот наблюдение всего неба целиком это задача вполне решаемая. Вот. И, по-видимому, она проще решаемая, чем наблюдение всего неба в радиапазоне. Можно я задам еще один уточняющий вопрос? Как раз по поводу оптического диапазона и про вот эти вот мощные лазеры, которые, в принципе, мы уже можем создавать. Правильно ли я понимаю, что все равно этот сигнал, который мы можем поймать, он должен быть специально светить наружу. То есть, цивилизация должна специально о себе заявлять. Таким образом, передавая какой-то сигнал, говоря о том, что мы есть, заметьте нас, пожалуйста. Или все-таки это проявление какой-то их техногенной деятельности, когда они не специально это делают, а просто вот что-то происходит на планете или вокруг нее, и сигналы от этого для нас долетают. Ну, смотрите, ответ на этот вопрос зависит опять от того, о каких цивилизациях мы говорим. Про первого типа, да. Это только целенаправленные действия. То есть, эта цивилизация хочет дать, для того, чтобы создать столь клеммированный пучок, направленный на какую-то там звезду, вот, это нужно специально туда направить, и это можно сделать только целенаправленно, случайно такое не получится. Если это цивилизация второго типа, то бог их знает, что у них там может быть, там может быть все что угодно, да. Они могут такие вещи создавать чисто непроизвольно, в качестве там побочного продукта или чего-то другого. Ну, например, двигатели звездолета, там, какого-нибудь фотонного или какого-то что-то в этом духе, да, или двигатели звездолета, ускоряемого лазером, там, что-нибудь в этом духе. Но это не как бы энергетика цивилизации первого типа, это уже энергетика цивилизации второго типа получается. И вот здесь сразу эту тему подхватить. Миллион раз, мне кажется, вас спрашивали про вот эту книжку, да, про задачу трех тел, про продолжение Тёмного леса. О, да, сколько она мне кровью попортила. Да. Но у нас подкаст был бы не полон, да, без вот этого, да, без вот этой идеи про то, ну, мы должны ее обсудить, да, идеи Тёмного леса, про то, что, ну, вообще надо сидеть как бы у себя на планете и максимально прятаться, потому что если другая жизнь будто бы нас заметит, то вообще говоря, не факт, что это приведет к хорошим последствиям. Знаю, что вы не разделяете и прям жестко критикуете, да, эту вот метафору Тёмного леса. Вот если можно, давайте про это чуть-чуть поговорим. Ну, я могу начать с того, что я же лично как бы имел возможность задать устный вопрос с лица Синева. Вот, где я очень долго сидел, писал вопросы, он был как можно более компактный, как можно более информативный. Вот, со всеми моими возражениями в одном вопросе. Значит, лица Синева в ответ на этот вопрос сказал, что он же вообще-то пошутил, что он ничего такого не имел в виду. Вот, вообще-то, что он думает, что цивилизация одна и вся ерунда. то есть он от ответа ушел на самом деле. Вот, такова реальная ситуация. Значит, если более конкретно, значит, тут возникает сразу несколько аспектов. Значит, первое, почему передавать информацию себе можно и нужно? Значит, первое, потому что мы спрятаться все равно не можем. Значит, нас по одному нашему параметру найти очень легко для цивилизации, которая может нам что-то нехорошее сделать. Значит, цивилизация, которая может нам сделать что-то нехорошее. это цивилизация, ну, как минимум способная к межзвездным перелетам или к межзвездной передаче энергии к чему-то такому ужасному. Вот, для них гораздо более простой проблемой является создание космического радиотелескопа с тарелкой диаметром в несколько десятков километров. На самом деле, такие проекты уже нам доступны. Вполне, у нас просто нет мотивации для их создания. Вот, захотели бы мы военный расход туда направить, у нас бы за несколько десятков лет были бы такие инструменты. А с помощью инструмента такого типа на расстоянии в тысячи парсеков, килопарсеки, обнаруживается излучение наших военных и аэродромных радаров. И мы не можем выключить это излучение, мы как яркая лампа светимся в этих лучах. Вот, и они нас неминуемо в этих лучах увидят. Вот, поэтому прятаться нам совершенно бессмысленно. Вот, и передавать о себе информацию наоборот очень полезно, потому что может быть мы сможем быть настолько умны, что мы сможем вложить в эту нашу передаваемую информацию такое содержание, которого идентифицировал нас как неагрессивная цивилизация. Ну, например, если, по какому признаку это можно определить? Например, если мы честно о себе все рассказываем. И это всегда можно определить по характеру информации. Вот, я не знаю, когда мне человек врет, я сразу вижу, что он врет. Вот, когда говорит правду, это тоже сразу как бы обычно чувствуется, а если информация очень сложная и многоаспектная, то всегда можно определить, вранье это или нет. Вот, если мы себе передаем все, то можно увидеть, что мы как бы просто не скрываемся. Вот, поэтому, значит, полная ерунда, что нельзя себе передавать информацию, потому что мы и так будем обнаружены, а с помощью информации можем только защититься. Это, значит, одна сторона вопроса. Значит, вторая. Вообще нет у сколь угодно развитой цивилизации почти никаких причин, решая какие-то свои собственные задачи, типа ресурсов там, или расселения, нападать именно на другие цивилизации, потому что должно быть сколько угодно планет, ну, каких бы обитаемых, но на которых разума еще нет. Наша сама такая планета была еще там несколько десятков тысяч лет назад, когда, в общем, как бы разумное создание тут было обнаружено довольно трудно, поэтому еще колонизировать, чтобы как бы не было лишних забот, так проще иметь дело с такими планетами, где разума нет, а таких должно быть сколько угодно. Вот, это второе, и есть еще третье, значит, есть признаки того, что никакие колонизации невозможны. Вот смотрите, значит, тут рассуждение, значит, и планеты, к цивилизации, то ли они остаются локализованными к своей звезды, то ли они в своей эволюции делают что-то такое совершенно непонятное, уходят там в какие-нибудь другие измерения, вот, значит, что, смотрите, предположим, колонизация была бы возможна. Вот, рассмотрим первые разумные цивилизации, которые возникли в галактике, ведь было такое время, что не было ни одной цивилизации, да, потом жизнь появилась, потом появились цивилизации. Значит, у любой цивилизации и вообще у любого живого, так сказать, вещества есть институт самосохранения. Спрашивается, а какой самый надежный способ цивилизации себя сохранить? Ответ очень простой. Самый простой способ это распространить себя по возможно большему количеству мест. Тогда, если в одном месте у вас сверхновое вспыхнет, метеорит бабахнет какой-нибудь гигантский, то цивилизация не погибнет, она в других местах останется. Поэтому распространение по другим звездным системам для цивилизации высокоразвитой это не вопрос прихоти, это следование инстинкту самосохранения. И они должны распространяться, если это возможно. Теперь первые цивилизации должны были возникнуть, ну, по крайней мере, миллиард лет назад. Почему? Потому что времени на эволюцию к этому времени было точно достаточно уже. Это мы знаем по примеру эволюции нашей собственной солнечной системы. Условия в галактике были миллиард лет назад точно такие же, как сейчас. То есть, вполне здесь можно было существовать. Вот, поэтому первые цивилизации должны были возникнуть, если они, в принципе, могут возникать, но, может, уникальные, если мы не уникальные, но где-то миллиард лет назад. Вот, и если есть возможность колонизировать галактику, то они должны быть здесь, они должны были здесь оказаться задолго до нашего появления на Земле. Вот, но их здесь нет. Это говорит о том, что, на самом деле, никакая колонизация невозможна. Вот, ну, поскольку колонизация невозможна, прямого физического столкновения между цивилизациями не может быть. Значит, цивилизация друг для друга не представляет опасности. Вот такой вот непосредственный. Ну, и поэтому все, так сказать, аргументы лицесини от взаимных страхов, они оказываются недействительные. Ну, вот, вы знаете, я сумел сформулировать то, что я сейчас долго-долго вам говорил в режиме экспромта, там, в одном приложении, вот, на что мне лицесини ответил, что он пошутил. Вопрос у меня будет сейчас не технический, а как раз вот на основе того, что вы говорили. Как вы думаете, почему все-таки у нас меньше мотивации строить вот такие серьезные инструменты, пусть и дорогие, для поиска других цивилизаций, и тем не менее есть мотивация строить большие ускорители, в принципе, серьезные космические вещи, там, лайга, вот в принципе крупные инструменты и физические, и астрофизические мы строим, и для этого у нас есть мотивация, и мы туда вкладываем деньги как цивилизация. А вот, например, казалось бы, такая важная вещь, как понимание одиноки ли мы во Вселенной, такая прямо фундаментальная, почему-то здесь этой мотивации нам не хватает. Ну, это довольно простой ответ на этот вопрос, потому что строительство всяких разных физических инструментов, типа ускорителей, телескопов, так далее, сразу дает поток данных. Вот, и тем самым люди пишут гранты, по ним отчитываются, радостно получают новые деньги и так далее. А ведь по проблеме с этим ноль информации, никакого, как бы, выхлопа, кроме отрицательного нету. Поэтому тут существует, как бы, я бы этот вопрос вывернул наизнанку. Вы мне скажите, почему существуют энтузиасты, которые работают до сих пор практически без всякой надежды на успех, откуда берутся меценаты, которые дают на это деньги. Вот, то, что это происходит, это на самом деле меня ужасно радует. Это означает, что, грубо говоря, не хлебом единым живо человечество. Вот, есть просто абсолютно бескорыстное, ничем не мотивированное любопытство. Вот, так что, на самом деле, здесь есть парадокс, почему научное исследование безрезультатное уже много-много десятков лет продолжает поддерживаться. Вот, не надо удивляться, что оно поддерживает слабо. Надо удивляться, почему хоть копейку кто-то дает. Вот, слава Богу, потому что мы такие хорошие. Ну, есть пример, на самом деле, когда тоже был довольно долгий поиск, пример как раз гравитационных волн. В принципе, их искали очень долго, да, и не то, чтобы с большой надеждой, что их найдут и в итоге нашли. То есть, ну, не совсем так. Там было несколько ложных авармок, которые людей подстегивали, вот, начиная еще с веберовских систем. Там были количественные оценки, были скорости развития, вот, было видно, когда мы дойдем по чувствительности приборов до вот этих самых уровней, которые прогнозировались. Вот, между прочим, как только дошли, так сразу и появились положительные результаты. Даже в некотором смысле немножко раньше, могло бы чуть попозже получиться. А здесь мы не сможем, не можем спрогнозировать, что нам надо. Это поиски наугад, чистые. Мы не знаем, что мы ищем и существует ли то, что мы ищем. Вот, и тем не менее поиски идутся. Это прекрасный совершенно парадокс. И вот, да, вот сейчас тогда вот сюда. Мы не знаем, что мы ищем, потому что вот я слышу нашу беседу и, ну, как-то сейчас само собой звучит фраза «Ищем внеземной разум». Окажется, что, может быть, мы должны искать просто другую жизнь и даже, может быть, да, не какой-то другой биологической основе построенную. Или, может быть, мы должны искать другое сознание. Просто кажется, что мы так немножко залипли, да, вот этой конструкцией внеземной разум. Может быть, не разум, а жизнь или сознание. Это было бы гораздо интереснее. Ну, тут мы вообще как бы неоправданно уперлись в разум. Вот, когда мы ищем именно разум внеземной, предполагая, что если мы что-то высокоразвитое увидим, это будет именно разум, это вообще довольно наивная точка зрения. Она предполагает, что разум есть наивысшее звено эволюции. А откуда нам это известно? Это нам ниоткуда не известно. На самом деле, вполне может быть такая ситуация, что разум это вовсе не наивысшее звено эволюции, а некоторая промежуточная ступень. И выше разума идут как бы формы саморганизации материи, которые разумом уже назвать нельзя, и которые также сильно качественно отличаются от разума, как, например, жизнь отличается от просто химии. Вы понимаете, вы жизнь не назовете сверххимией, а то, что очень сильно выше по развитию сверхразума, совсем не обязательно можно будет назвать сверхразумом. Это просто какая-то очень продвинутая эволюционная форма, которая вообще уже не является разумом, она является чем-то, что не может уместиться в нашем сознании. Поэтому, если мы что-то такое начнем наблюдать вдруг где-то какие-то космические чудеса, это, строго говоря, не обязательно есть проявление разума. Это может быть проявление вот этих очень далеких эволюционных форм. И это не чистая спекуляция, потому что можно привести несколько примеров того, вот чем бы могли быть вот такие высокоразвитые формы, которые уже в нашем понятии не будут просто развитым. Ну, например, очень какие-то далекие симбионты искусственного интеллекта и разума. Вот они могут обладать многими свойствами, которые уже на разум не похожи. это один пример. Или, скажем, чистый искусственный интеллект, который оторвался от разума, вот, это уже вообще не разум, это уже совсем другая субстанция, ну, по крайней мере, это как искусственный разум, а он может создать еще и каких-то своих собственных потомков, которые, бог знает, на что будут похожи. Это, значит, одна линия рассуждения. Есть другая линия рассуждений. Вот, например, это линия развития, грубо говоря, социума. Вот, например, если существует вот то, что я в свое время назвал галактическим культурным полем, вот что-то вроде галактического интернета, вот, такая среда, в которой происходит общение между разными отдельными локальными разумами, которые живут около планет. Вот эта вот вся среда в целом, она уже тоже не является разумом. Вот по какому параметру она не является разумом? Она, состояние этой среды в силу конечности просто скорости света невозможно отобразить в информации ни одной цивилизации. Поэтому ни для одной локальной цивилизации принципиально невозможно проследить за процессами, которые происходят в этом объекте. Тем не менее, этот объект эволюционирует, дает какие-то продукты своей эволюции. Вот цивилизация возникает, умирает, а объект живет. Вот он живет по отношению к разным цивилизациям, так же, как одна цивилизация по отношению к своим представителям людям. Вот видите, это другой пример того, что могло быть сверхразумом. Ну, а к тому же, как бы, мое сознание слабо, наверняка есть что-то такое, до чего я и додуматься не могу. Вот, так что, если мы чего-то находим, необычное, это совершенно не обязательно разум. Вот, это может быть что-то такое совсем другое, конечно. А вот про сознание, потому что у нас тут еще одна книжечка, «Ложная слепота», да, Питер Отца, книжка, честно скажу, сделал для меня этот код. А, вот это я не читал. Вот прямо будет возможность, потому что Питер Отц тут как раз тоже, он много говорит про ограничение разума, интеллекта и сознания, и пытается как бы обосновать вообще, для чего сознание было нужно, и у него тут такая, простите за спойлер, да, гипотеза про то, что сознание это вообще вид, вид вируса, которым заражаются разные биологические сущности, ну и там, и так далее. Так вот, мой-то вопрос, может быть нам надо сознание искать? Именно сознание? Да. Ну, это зависит от того, чего мы найдем. Если мы все-таки найдем объект, который будет цивилизацией, который можно еще будет назвать цивилизацией на какой-то высокой стадии развития, то, ну, в силу общности законов эволюции, я думаю, что это будет какой-то симбионт от сознания, что-то в этом духе. Вот. Но если то, что мы найдем, будет уже не разумом, а сверхразумом, ну, это вот со многими кавычками, я все время оговариваю, что это неправильная терминология, то атрибут сознания для него может быть столь же чужд, чужд, как, например, наше сознание не характеризуется температурой. Это еще иначе пуха, да? Но почему? Потому что температура, это и есть характеристика материи на более низких уровнях организации. Это совсем как бы другой тип движения, который не имеет отношения к нашему сознанию напрямую. Вот. Поэтому вот эти вот сверхразума, в кавычках, они могут, конечно, уже не иметь такого атрибута, как сознание. Но, тем не менее, по умолчанию наши методики все-таки пока ориентированы на поиск того, что может быть связано с сознанием. Хотя, конечно, легко они могут обнаружить не естественный разум, для которого сознание когда-то было свойственно, но просто в силу законов эволюции, а, например, искусственный разум или каких-то отдаленных потомков искусственного разума. И вот кто мне скажет, искусственному разуму сознание свойственно или нет? У меня нет ответа на этот вопрос. Вот у меня еще тоже интересная возникла мысль, может быть еще такой вариант, ну, мы знаем, да, у нас есть там всякие роевые существа, муравьи и другие пчелы, которые, в принципе, по отдельности не выглядят как разумные даже сознательные объекты, а в совокупности они представляют при этом для нас, опять же, да, с точки зрения анализа, вроде что-то похожее на проявление какого-то разума, это могут быть какие-то конструкции сложные или еще какие-то проявления, не может так получиться, что другой разум, он именно такого типа и может в принципе даже создавать какие-то астроконструкции, которые мы увидим издалека, но при этом это не будет цивилизацией в нашем понимании, вот как мы это сейчас понимаем. в принципе конечно может, вот надо понимать, тут может быть еще один вопрос, может быть, например, для того, чтобы возникнуть настоящий технологический разум на такой основе требуется гораздо больше эволюционное время, но надо понимать одну очень простую вещь, нашей вселенной сейчас 13,8 миллиардов лет, а галактики, по крайней мере, в том виде, в котором они будут очень похожи на современные галактики, будут существовать примерно еще 100 триллионов лет, то есть 100 тысяч миллиардов, то есть наша вселенная очень-очень молода, вот эволюция в ней только началась, и разум в ней только что появился, или что-то напоминающее разум, и вот куда эволюцию заведет через триллионы лет, это как бы никому неизвестно, там могут возникнуть и технологические разумы, или там как их ни назови, вот на основе вот таких вот термитников или так далее, но обратите внимание, это опять не будет чем-то очень неожиданным для нас, мы понимаем, что такая вещь может получиться вполне, вот сейчас как бы эти самые муравейники, термитники, они больше напоминают китов-дельфинов, которые что-то действительно разумное делает, но вот, например, ни у китов, ни у дельфинов, у них есть какое-то свое сознание, совершенно точно, но у них нет манипуляторов хорошего, для того, чтобы заниматься орудийной деятельностью, вот эти вот самые насекомые, они должны адаптировать себя для того, чтобы перейти к орудийной деятельности, чтобы там, на этой основе там математика у них возникнет и так далее, вот что-то такое, но там на самом деле даже есть уже элементы какие-то орудийной деятельности, вот там, у них там есть, как мы знаем, сельское хозяйство, типа выращивание каких-то, какой-то плесен, вот бог и знает, конечно, они могут доэволюционировать до таких очень высоких уровней, в принципе, другое дело, что может быть на это требуется иное эволюционное время, там не миллиарды лет, а сотни миллиардов лет, да не проблема, около красных карликов триллионы лет эволюции будут, вот один красный карлик, у которого вполне себе жизнеспособна планетная система, существует, значит, на главной последовательности остается сто триллионов лет, куда там эволюция идет за сто триллионов лет? Но ведь не исключено, как я понимаю, еще мысль Михаила, что и мы эволюционируем в итоге в некий проевой разум, да, когда через нейроинтерфейсы мы в итоге все свяжемся в некую там единую ноосферу, да, и тогда цивилизация будет уже представить из себя не конкретных индивиду, да, наделенных разумом, а некую вот как раз такую словно думающую оболочку. И, может быть, там, условно, на других планетах вот то же самое когда-то произошло, да, и они вот как-то так уже живут. Да, Более того, мне кажется, что можно с определенной долей уверенности сказать, что если человеческая цивилизация будет жива, скажем, там, через 300-400 лет еще, то она будет иметь очень мало общего, с тем, что мы называем цивилизацией сейчас, потому что сейчас цивилизация проходит через целую серию таких очень жестких фильтров, которые связаны с этой самой эволюционной сингулярностью, вот, через которые нельзя пройти сильно, не видоизменившись. Вот цивилизация в той форме, в которой она сейчас находится, через эти фильтры не проходит. здесь должны возникнуть какие-то специальные компенсаторные механизмы, вот, которые много чего должны компенсировать и разрешать много-много кризисов и поддерживать это решение на весу потом в неограниченное длительное время, вот, и для этого все эти механизмы должны быть внедрены в нашу цивилизацию, значит, вот, вот тот объект, который на выходе получится, уже может язык не повернется цивилизацией называть. Вот, и в нашей субъективной современной точке зрения нам это может даже сильно сейчас не понравиться. Например, такая вещь, как тотальный контроль всего и вся, там может очень легко обнаружиться. По-моему, к этому все идет. И в этом смысле как раз вот то, что получится на выходе, может очень сильно напоминать вот такую интегрированную систему, о которой Сергей говорил. Так, мы как раз перед фирмой рассуждали, успеем ли мы дойти до темы сингулярности, все-таки дошли мы до нее. Насколько я знаю, у вас есть даже прогноз, когда мы дойдем до этой точки сингулярности, этот прогноз более чем обоснован. Очень скоро, я помню, 2030 год. Да, это как-то там совсем рядом. Мы уже сидим, мы сидим прямо в середине. Ну, во-первых, насчет того, что он более чем обоснованно, я бы не стал. Я многократно говорил о том, что все вот эти самые быкалки это вообще не наука. Это не наука, а это метод эвристика такая, эвристическая гипотеза, которая отличается от научной гипотезы тем, что эвристическая гипотеза невозможно исчерпывающим образом проверить. Она направляет наше мышление, но проверить ее с помощью метода фальсификации Поппера невозможно, а научная гипотеза возможна. Ну, хорошо, там вот, значит, те мои выкладки, которые я в свое время сделал, это был 2003 год, они были основаны на последовательных фазовых переходах, так называемых. Но каждый фазовый переход, он имеет долю, так сказать, субъективизма в том, что вот он в данной точке существует или нет, он определяет путем консенсуса и всякими другими способами, но, значит, вот эти вот точки, они покрывают всю эволюцию от возникновения жизни до современности, ну, точнее говоря, последняя надежная точка вот в этой картинке возникала в 90-м году прошлого века. Дальше как-то все начинается немножко разматываться. Вот, значит, прогноз по всем точкам давал вот точку бесконечного ускорения эволюции. Вот там проблема в том, что предсказывается, что эволюция ускоряется в гиперболическом режиме, и вот эта вот точка бесконечности по всем точкам предсказывалась в 2004 году, вот, а по точкам, например, новой эры она предсказывалась в 2019 году. Вот, то есть мы там сейчас находимся как раз, плюс-минус там 2-3 года, вот мы находимся как раз в этой штуке. Но это не точка никакая, это на самом деле определенный переходной режим в этом месте запускается. Ясно, что никаких бесконечностей в эволюции существовать не может. Значит, это будет переход к чему-то другому, мы не знаем что. Это может быть плато, это может быть режим более медленного роста, это может быть какая-то там деволюция, как ее там называют, инволюция, да, но это промежуток времени, который занимает, ну вот видно по всему, хотя бы потому, насколько эта точка качается, если менять количество точек, по которым делать экстраполяция, длительностью нескольких десятков лет. Вот, если вот эти несколько десятков лет начинаются примерно от 2000-го года и кончаются там на уровне одного стандартного отклонения, что называется, примерно в 2060-м году. То есть, мы сейчас где-то вот прям почти в середине всего этого хозяйства находимся, и вот те процессы, которые мы наблюдаем, это как бы не шутка, это не фунт изюма, это мы пытаемся пробиться вот через этот самый фильтр сингулярности, и пробьемся мы или не пробьемся, это совершенно бабушка на двое сказала. Тут очень много проблем отдельных, которые нужно будет решить. Вот у меня еще был один вопрос, связанный как раз опять же с цивилизацией. Когда мы обсуждали о том, что цивилизация будет распространяться, себя распространять, то, конечно, здесь закладывался некоторое такое предположение, гипотеза о том, что у цивилизации, у социума есть как бы принцип самосохранения. Но мне кажется, что это, в принципе, необязательное свойство в том плане, что ну вот тоже вы это обсуждали, что мы можем уйти вот в такую тихую цивилизацию, которая вся погружена там виртуальность, живем все спокойно на одной планете и, наверное, не знаю, сохранимся мы в таком случае или нет, будем ли себя поддерживать. Но, возможно, у больших таких социумов у них нет такого принципа самосохранения, который есть, например, у более индивидуальных субъектов. Что вы по этому поводу думаете? Я думаю, что такие социумы должны устраняться просто дарвиновским отбором. Если индивид не хочет выжить, он не выживет. Индивид может и хочет. Вот откуда возникло вот это самое свойство хотеть жить-то? Это результат дарвиновского отбора, потому что дарвиновский отбор отобрал только те системы, которые обладают волей к жизни, которые жить хотят. А которые не хотят жить, те были устранены. Они не хотели жить, они не хотели оставить потомство, и они исчезли. Но мы переносим дарвиновский отбор, эволюционный принцип, на несколько других объектов. То есть все, что касается биологического организма, да, здесь мы это понимаем. Но совокупность биологических организмов как цивилизация, может быть, для нее это и не применимо, такой подход. То есть просто перенос вот такой довольно винил. я понял, я так не знаю, я думаю, что отбор вообще-то понятие универсальное, он совершенно не обязательно проходит на уровне биологических организмов, он может происходить на уровне любых системных единиц, но я просто могу привести примеры. Например, гитлеровская Германия, была и где она, полпотовская система, была и где она, их отбор устранил, такие системы оказываются нежизнеспособными. Поэтому это универсальный совершенно весь, я думаю, что можно распространить и на отдельные цивилизации, скажем, вот если там цивилизации могут физически сталкиваться друг с другом и одна из них оказывается очень слишком сильно агрессивной, то остальные попробуют ее изолировать, и эта цивилизация будет плохо, и она может даже погибнуть или каким-то образом там деградировать, например. Вот, пожалуйста, этот отбор будет работать на совершенно другом уровне, нет никаких проблем. Нет, я думаю, что принцип отбора универсальный. Ну, он работает даже и как бы в неорганическом мире, там можно построить определенные модельки, где видно просто, что на основе отбора там строятся какие-то структуры, некоторые структуры неустойчивые, они разрушаются, устойчивые структуры выживают, там кристалл получается в результате, ну и так далее. Ну и, наверное, уже сейчас, да? Я могу одно направление предложить, которое не было среди ваших вопросов в обсуждении разума. Вот, пока что мы обсуждали разум в контексте поиска разумных цивилизаций в нашей галактике. Вот, а на самом деле есть более широкий контекст. Значит, есть контекст как бы разума и высокоорганизованных эволюционных форм, космологический. Вот, и тут возникает одна очень интересная штука, о которой я тоже в последнее время рассказываю, и мне в последнее время приходит в голову как бы уточняющие новые формулировки. Вот, смотрите, в чем тут штука. Значит, современная космология, вот она недавно сравнительно в начале 2000-х годов превратилась в количественную науку, хорошая, которая, значит, очень хорошо описывает все наши наблюдательные данные, ну, в частности, она описывает такую сложную вещь, как анизотерапия реликтового фона, там, анизотерапия температуры, анизотерапия поляризации. Очень все точно, все это хорошо работает. Вот, существует стандартная космологическая модель, называется лямбда-сиди-м модель, вот, но эта модель, она устроена очень странным образом. Значит, в эту модель входит такое понятие, как инфляция, инфляционная стадия. Это то, что было до горячего большого взрыва, и вот без инфляции эта модель не работает нормально, потому что без инфляции невозможно объяснить, там, почему наша Вселенная плоская, и еще там, ну, около 6-7 там отдельных парадоксов космологии без инфляции есть, которые инфляционная теория прекрасно разрешает. Вот, но сама теория инфляции обладает такой очень странной особенностью, она предсказывает существование бесконечного количества Вселенных. Вот, любой инфляционный процесс, он мало того, что он создает одну Вселенную, как и была наша создана, он по пути создает такие веточки ответвления, когда возникает все новое и новое Вселенное, вот этот процесс, когда возникает там, начиная какая-то новая Вселенная, там возникают свои ответвления, и вот возникает то, что называется вечная инфляция, процесс вечной инфляции, То есть современная космология оказывается не космологией нашей Вселенной, а она оказывается космологией мультиверса. Мультиверс – это бесконечное количество Вселенных, которые могут быть похожи на нашу Вселенную, а могут быть и не похожи на нашу Вселенную по физике. Теперь давайте рассмотрим нашу Вселенную. Как я уже говорил, у нашей Вселенной впереди по крайней мере 100 триллионов лет эволюции. Вопрос. До каких высот доберется эволюция, так сказать, в сторону повышения организации в нашей собственной Вселенной? Ответ. Бог знает для каких. Может быть там где-то в конце этой эволюции возникнут, нельзя будет назвать их разумные существа, но некоторые как бы высокоразвитые субстанции, но похожие на богов, которые смогут создавать другие Вселенные. Теперь вот этот мультиверс, он по нашей космологии вечный, до нас, ну там трудно немножечко сопоставлять времена в разных Вселенных, это на самом деле возникает древовидная структура, тут можно последовательность смотреть, но всеобщего времени нет, но в общем в определенном смысле она существует бесконечно долго. Так вот, уже бесконечно давно было бесконечное количество Вселенных, которые дошли до максимально возможного уровня развития чего-то там, эволюции. Вот, и если хотя бы в какой-то момент в таких вот высокоразвитых формах возникает возможность влиять из Вселенных на другие Вселенные, то это должно было произойти бесконечное количество раз бесконечно давно. Вот деваться некуда, инфляционная космология устроена таким образом. Вот, следовательно, значит, почти наверняка наша собственная Вселенная несет в себе некоторые следы этого влияния, то есть в определенном смысле она должна нести следы искусственности. Вот, то есть не надо здесь понимать искусственность слишком узким образом, потому что мы искусственность понимаем как целенаправленное действие именно разума. Вот, это могут быть какие-то сильно обобщенные формы вот этой самой искусственности. Вот, это не спекуляция, что это возможно. Вот, например, Валерий Анатольевич Рубаков, который от нас только что ушел, к сожалению, в «Успехах физических наук», это самое главное у нас физический журнал, где-то году, в 11-м, по-моему, или 12-м, статью опубликовал там про дополнительные распредственности, и там прямо есть раздел такой статьи, называется «Создание Вселенной в лаборатории». Вот, значит, мы знаем, какие нужны условия для того, чтобы создавать искусственные Вселенные. Ничего там такого супер ужасного нету. Понятно, что надо делать, нет ничего такого, что сделать принципиально невозможно. Поэтому то, что, как бы, по крайней мере, Вселенные могут искусственно создаваться, это не является чисто спекуляцией, это является следствием современной теоретической физики. Вот, понимаете? И вот во всей вот этой конструкции, которую сейчас я вам написал, на самом деле гораздо больше логической неизбежности, чем спекуляции. Вот, я бы сказал так, я эту ситуацию чувствую следующим образом, я не вижу, как этого можно избежать. Как можно избежать следов искусственной подстройки со стороны вот этих высокоорганизованных форм эволюции в нашей Вселенной. Вот. Но тут есть еще одна такая странность. Значит, все это существует в рамках современной космологии бесконечно долго. То есть, вот эта Вселенная должна не просто иметь следы подстройки, а бесконечно долгой подстройки. Вот. Что все это может означать? Вот, с моей точки зрения, вот недавно формулировка мне совсем пришла в голову, это должно означать, что структура Вселенной должна быть самосогласована с возможностью существования в ней очень высокоорганизованных форм материи. Вот. И что мы видим, если мы смотрим на физику в нашей собственной Вселенной? Вот есть так называемая проблема тонкой подстройки. Значит, она заключается в том, что известно, что если хотя бы одну из фундаментальных константов чуть-чуть стронуть, то вся материя к черту в материях разваливается. Там не то, что там какой-то жизни не будет, там атомов водорода уже не будет, будут там нейтроны, которые освободутся и вообще ничего не будет. Вот. Так что, и вот эта вот самая, значит, проблема тонкой подстройки, значит, для нее уже было одно решение раньше известно. Это так называемый слабый антропный принцип, вот о котором Линда долго писал. Значит, это в чем тут дело? Значит, предполагается, что в мультиверсе могут существовать Вселенные с разными физиками. Вот. А раз могут существовать Вселенные с разными физиками, то среди них найдутся и подходящие для жизни физики. Вот. А здесь, смотрите, здесь возникает совершенно другое объяснение тонкой настройки, что вот эта вот тонкая настройка могла возникнуть в результате процесса самосогласования, возможности влияния очень высокоразвитых форм материи на другие Вселенные за бесконечно долгое время. То есть, вот именно то, что этого времени бесконечно долго может означать, что просто то, что мы видим, должно быть самосогласовано с возможностью существования разума. То есть, наша физика в определенном смысле не случайна. Вот. Она именно такова, вот какая она есть в результате вот этого самого процесса самосогласования. Вот. Только не надо говорить, что я доказал существование Бога. Нет. Я говорю совсем о другом. Можно я попробую, я буду такую сторону не физиков отстаивать, а я сейчас попробую сформулировать то, что я понял, а вы мне скажете, насколько я ошибаюсь. То есть, фактически вы говорите о том, что искать нам надо не только как бы внутри той Вселенной, которую мы наблюдаем, но еще и, возможно, в параллельных мультивселенных... Нет, не так, не так, не так, не-не-не-не, мы можем искать проявление очень высокоорганизованного разума в десятичных знаках наших физических констант, а может быть даже и в математических структурах. Вот. Кстати говоря, о возможности поиска следов вот этого высшего, это с десятками кавычек разума, то, что можно этого математики сказать, не я придумал. Об этом написал еще Карл Саган, как вы, может быть, знаете, вот в романе «Контакт». Там главная героиня этого романа, в конце концов, понимает, где надо искать проявление высшего разума, и она ищет его в распределении десятичных знаков числа Пи, и в каких-то там триллионных знаках числа Пи неожиданно оходит такую большую гладенькую окружность. Ну, древний же еще, по-моему, Пифагор, да, сказал, что цифры правят миром, и как бы эти числа правят миром, да, и что весь наш мир – это некий развертывающийся алгоритм, да, и сейчас там и Стивен Вальфрамп… Есть логическая возможность то, что сами эти числа, которые правят миром, определенные в смысле устроены не случайно, а их структуры математические сами связаны с возможностью существования того, кто их изучает, грубо говоря, вот, на очень высоких стадиях развития, которым непонятно куда деться, вот, из нашей даже, собственно, Вселенной. Тогда так, может быть, правильно ли понимаю, что, возможно, та Вселенная, которую мы воспринимаем, она была искусственно создана какой-то сверхмогучей цивилизацией, как, ну, такая своеобразная, ну, матрица, наверное, первая, да, аналогия, которая приходит, что мы живем в искусственно сгенерированном мире. Он должен носить на себя следы искусственности, так бы я бы сказал. Не обязательно, скажем, именно наша Вселенная была создана, ну, грубо говоря, искусственно. Она может быть, например, отдаленным потомком, вот, на инфляционном пути от Вселенных, созданных специальным образом, там, много-много-много поколений Вселенных назад. Вот, но следы искусственности вполне могут быть обнаружены. В этом нет ничего антинаучного. Но, опять же, здесь у нас нет подходящей терминологии для обсуждения таких проблем, потому что вот термин искусственный, он слишком узкий получается. Потому что это может быть проявлением функционирования, какой-то динамики слишком сильно высокоорганизованных систем, которые очень далеки от нашего понимания. Я внесу небольшую, скажем так, дискуссию, да, в эту гипотезу. Я про нее читал, да, у вас оно очень интересное. Единственное, что меня сейчас смущает, это некое основание, да, с чего стартуют эти рассуждения. Стартуют они с того, что там инфляционная модель текущая, да, ну, вернее, не инфляционная, а космологическая стандартная модель, она вот уже окончательно правильная, да, ну, знаем, что... Нет, нет, ну, не совсем так, но я сейчас прокомментирую. Да, но мы знаем, что у нас куча проблем там только с обычной стандартной моделью, да, элементарных частиц, куча всего не решено. Ну, и, наверное, все-таки не стоит говорить, что там с моделью космологической у нас тоже там прямо все мы идеально сделали, и теперь нам стремиться некуда. То есть может так оказаться, что на следующем этапе научного знания это все будет не так. Тогда, наверное, может быть, это ставит под сомнение все рассуждения, которые стартуют, ну, как я услышал, по крайней мере, изначально, именно вот с этого момента. Вот есть такая немножко наивная точка зрения, что ученые что-то могут доказать. Вот, я так скажу, это неправильно. Ученые ничего не могут доказать. Они могут сделать просто некоторые положения более или менее правдоподобными. Вот, и степень правдоподобности разных, как бы, положений, она различна. Вот, например, степень правдоподобности ньютоновой механики очень велика. Вот то, что мы обнаружим грубые нарушения ньютоновской механики в нерелативистской области с макроскопическими телами, она не исключена ни в коем случае, но это очень выглядит маловероятно. Ну, например, в отношении общей теории относительности, тут степень вероятности тоже очень большая, она существенно меньше. Вот, так вот, в отношении инфляционной космологии, значит, сейчас картинка такая, что степень вероятности, что эта картинка верна, сейчас выглядит очень большой, хотя альтернативы существуют. Ну, и тут, на самом деле, картинка такая, вот эта вот лямбда-CDM модель современная, она, как бы, отнюдь неоднозначна. Там некоторые вещи специальные приписаны, там определенные значения, которые, на самом деле, неизвестны какие. Вот, вот существует много разных моделей инфляции, их уже несколько сотен существует, вот. Но саму инфляцию современной космологии очень трудно установить. Вот в той или иной форме она там появляется. Вот есть очень много непохожих друг на друга инфляционных сценариев. Ну, это вот, например, начиная со стандартного сценария Дмитрия Линдос, который начинал сценарий хаотической инфляции. Ну, вот он считается в качестве, рассматривается в качестве основного сейчас современной космологии. Вот. Есть так называемые экператические сценарии. Это совершенно другое. Это вот не инфляция там вот того типа из квантовой флуктуации, которую Линда, а это там результат столкновения двух бран. Вот. Но как только возникает инфляция, внутри вот этой самой инфляции обязательно начинает возникать квантовой флуктуации мультиверт. Существуют сценарии, так называемые сценарии Хармденские. Вот. Это такие вот сценарии со скоком, но там тоже есть своя инфляция. То есть картинка такая вот, что как именно устроена инфляция, трудно сказать. Видно, что много есть разных механизмов. Но вот как таковую ее устранить очень тяжело, потому что тогда у вас возникает теория, в которой должна быть целая серия тонких подгонок. Она противоестественно выглядит, чтобы она работала. Но вот в этом смысле, значит, инфляционный сценарий выглядит разумно и очень правдоподобно. Но никто не говорит, что это единственная возможность. Просто когда рассуждая о космологии, вот эта космология мультиверса, то это не чистая спекуляция, а это рассуждение, основанное на высокой вероятности того, что инфляция все-таки есть. Потому что мы не знаем, как без нее сейчас обойтись. А можно я все-таки спекулятивно немножко уцеплюсь за вашу фразу и только не говорите, что я придумал Бога? Ну, просто иначе я себе не прощу эту возможность. А вот такой вопрос. Я не доказал его существование, даже не доказал. Чем бы мог быть Бог с точки зрения современной космологии или с вашей точки зрения? Вот я объясню. Боскористический Бог. Бог – это механизм самосогласования структуры Вселенной с присутствием в нем высокоорганизованных эволюционных форм, которые возникают за бесконечное время эволюции, что очень важно. Без бесконечного времени эволюции никакого самосогласования у вас не будет. У вас будет эволюционирующая система. А если время эволюции бесконечно, а это выглядит сейчас пока именно таким образом, то тогда вот такое самосогласование должно произойти, и оно в каком-то смысле играет роль Бога-не Бога. Когда спрашивают, верите ли вы в Бога, я спрашиваю, собственно, что вы понимаете под Богом. Давайте определимся в терминах. Мне говорят, Бог – это то, что всем управляет. Я говорю, конечно, верю. Законы физики всем управляют. Вопросы есть? Вопросов нет. А вот, может быть, это можно через какую-то метафору объяснить? То есть мы говорим про некий, не знаю, алгоритм, механизм, который бесконечное количество времени подстраивает под себя что-то, в результате чего и рождаются вселенные, в которых возможен разум. Или это не так? Как это вот, ну, как это вот эту прекрасную фразу, на которую я буду, мне кажется, месяц медитировать? Это хороший вопрос, вы мне задали. У меня нет на него ответа. Я подумаю о метафорах. Пока что у меня это рассуждение существует в единственном экземпляре. Надо подумать. Не могу ответить на ваш вопрос. Отлично. Все. Подкаст не зря, да? Ну, давай задать вопрос, на который надо подумать. Так. Да, ну, я думаю, что вот у меня еще есть какое предложение. Я не знаю, войдет ли этот подкаст окончательно, но все-таки мы, конечно, сосредоточившись сначала на цивилизациях, потом перейдя немножко к сингулярности и уйдя уже совсем на такой невероятный масштаб, буквально рассуждая о Боге, но мне кажется, что вот ту степень погруженности разработки различных направлений, которые вот есть в ваших статьях, книгах, мы, конечно, за один такой подкаст не можем однозначно обсудить. И если вы не против, то, может быть, мы могли бы более подробно и детально поговорить как раз про то, что касается сингулярности, вот про эту историю, потому что там много-много вопросов, которые касаются деталей. то есть мы можем, например, сделать еще один подкаст. Второй выпуск. Мы, например, ни разу не вспомнили имя Акопа Назаритяна, который важнейшую роль играет. Я обязуюсь еще раз перечитать. О, это третье издание уже, на котором написано, что оно второе, и это неправда. Это в другой вселенной просто было. Первые два. Да, ну тогда, наверное, мы про это договорились, что мы вот в следующее удобное время для всех нас, мы поговорим уже про универсальную эволюцию, вот про вот эти вопросы. Да, это немножко более узкие, немножко другое, да, хорошо, конечно. Спасибо огромное, что нашли время. Да, у меня, честно скажу, голова немножко закипела. Ничего, это не вредно. Что я ожидал? Да, мне показалось, что мы сегодня, ну, по крайней мере, я от вас услышал намного больше информации, чем я встречал, ну, вот, в каких-то других выпусках. Нет, мне сегодня удавалось кое-что сказать, что я говорю первый раз. Вот, мне тоже такое. Вот эти вот слова насчет самосогласования они мне пришли в голову буквально несколько дней назад. Отлично. Да, прекрасно. Спасибо вам огромное, да. Это было очень интересно. Да, всего доброго. И все, да, тогда до новой встречи. До свидания. До свидания. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров О.Голубкин Субтитры создавал DimaTorzok